МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша следующая тема – Ленинград в 20-е и 30-е годы 20-го столетия. Прежде всего, следует сказать о том, что в начале 20-х годов в страну охватил экономический кризис, вызванный гражданской войной политикой военного коммунизма. И, естественно, что тяжелый кризис поразил и петроградскую экономику. Реальная заработная плата рабочих Петрограда в 1921 году составляла всего-навсего 7% до военного 1913 года. Естественно, что рабочие выражали протесты, недовольство своим положением. И это проявлялось в разных формах и неподчинении руководству, отказе от работ в так называемых волынках. Когда в феврале 1921 года забастовали крупнейшие предприятия Петрограда, такие как Путиловский завод, Арсенал, Абуховский завод, рабочие вышли на демонстрацию, и против них были брошены отряды курсантов. В частности, кровавые события произошли на Васильевском острове, когда курсанты открыли огонь, были убиты, ранены. Кульминацией политического кризиса начала 1921 года стал Кронштадтский мятеж. Матросы Кронштадта, как называл их Троцкий, «Краса и гордость революции», на своих митингах в феврале 1921 года выражали протест против политики военного коммунизма. В частности, они требовали отменить прудразверстку, потребовали переизбрать местные советы, лозунг выдвинули «Советы без коммунистов». Они требовали освободить политзаключенных и предъявили руководству Петрограда свои требования. Ленин, узнав о мятеже матросов Кронштадта, назвал их выступления пострашнее, чем Деникин, Юденич, Колчак вместе взятые. И на подавление Кронштадтского мятежа были брошены курсанты военных училищ, были созданы отряды, которыми руководил Тухачевский. В начале марта 1921 года мятеж был подавлен. Тысячи матросов были убиты, еще две тысячи матросов после суда и следствия были расстреляны. Несколько сот, а может быть и тысяч человек ушли в Финляндию. Словом, мятеж показал, что военный коммунизм, как экономическая политика советской власти, себя исчерпал. И на 10-м съезде партии было принято решение, значит, новую политику, перейти к новой экономической политике. В первые годы новой экономической политики больших изменений в экономике города не произошло, а политическое положение продолжало оставаться очень и очень напряженным. Вам необходимо знать о двух событиях. Прежде всего, в августе 1921 года по постановлению Петроградской губернской ЧК, чрезвычайной комиссии, были расстреляны по ложному обвинению в заговоре против советской власти 61 человек, среди которых были профессор-географ Таганцев, его и называли руководителем этого заговора, а также известный поэт Николай Гумилев. Продолжались гонения и на интеллигенцию. Именно в августе 1922 года была арестована и насильно выслана из страны большая группа общественных деятелей и ученых Петрограда, Москвы и других городов. В частности, в эту группу входили известные ученые Петрограда, такие как ректор университета Корсавин, юрист Боголепов, философ Лоский и другие. Их сначала арестовали, продержали на Гороховой, затем на Шпалерной улице в тюрьме, а затем отправили в октябре 1922 года в Германию. 26 января 1924 года, через пять дней после смерти Ленина, Второй съезд советов постановил переименовать Петроград в Ленинград. И в 1927 году вместо Ленинградской губернии была образована Ленинградская область с центром в Ленинграде. Началась история Ленинграда. Надо сказать, что существенные сдвиги в экономике Петрограда и Ленинграда наметились лишь в 1923 году. До этого в городе возникло очень много мелких кустарных мастерских, 6000 кустарных предприятий, было зафиксировано в октябре 1922 года, открылись десятки крупных магазинов, мелких лавок, ресторанов, кафе и так далее. В феврале 1922 года заработал универмаг Пассаж, но город представлял собой, так сказать, город контрастов. С одной стороны, богатые нэпманы, как тогда говорили, и горные дома, заведения с азартными играми, рулетка процветала и так далее. С другой стороны, нищие, в том числе, так сказать, со следами благородного происхождения, и рабочие все чаще возмущались, выражали свое недовольство тем, за что же мы, получается, кровь проливали в годы революции и гражданской войны. Потому что вроде как в магазинах было изобилие товаров, но купить рабочему человеку на свою зарплату продукты было практически невозможно. В городе в начале 20-х годов был зафиксирован рост преступности. В частности, количество преступлений возросло в 2,5 раза по сравнению с 1920-м годом. Налетчики действовали нагло, вызывающе, часто под видом чекистов. В частности, наиболее известная банда Леньки Пантелеева орудовала в то время в Петрограде. Сам себя Леонид называл свободным художником-грабителем. На месте преступления оставлял изящные визитки. В банду ходило 10 человек. О нем слагали легенды, мифы. Говорили даже о том, что он грабит только непонов, а бедных не трогает. Но и на розыск Леньки Пантелеева бросили самых лучших чекистов. В городе было устроено 20 засад. В начале 1923 года в доме на Можайской улице Пантелеев был убит. Ленинград, как крупнейший в Советском Союзе промышленный центр, играл огромную роль в восстановлении экономики страны. Город в 1920-е годы имел такие производства, которых еще не было в других районах страны. Поэтому его доля во многих отраслях промышленности была очень высокой. Например, ленинградская промышленность давала до 20% продукции машиностроения и химической промышленности РФ. На заводе «Красный Путиловец» с 1924 года стали выпускать первые опечные трактора. Восстановление городских промышленных предприятий в основном завершилось к 1925 году. В 1930 году в Ленинграде были закрыты все частные предприятия промышленности. Абсолют за ними и во всех других отраслях хозяйства был закрыт частный сектор. Это было связано с тем, что руководство Советского Союза взяло курс на ускоренную индустриализацию экономики страны. И сталинский курс ускоренной индустриализации усилил роль Ленинграда как научно-технического центра военно-промышленного комплекса. В 1940 году доля Ленинграда в промышленной продукции Советского Союза достигала 10%. При удельном весе по численности населения менее 3%. Особенно сильное развитие получило машиностроение. Ленинградские машиностроительные заводы «Ижорский», «Электросила», «Красный Путиловец», «Металлический» сыграли важную роль в освобождении страны от необходимости закупать за границей необходимое оборудование, машины, приборы и т.д. Следует отметить рост военного производства накануне войны. В частности, если вся промышленность Ленинграда за два предвоенных года увеличила выпуск продукции почти на одну треть, то на оборонных предприятиях прирост за это время составил около 80%, а в кораблестроении еще больше, свыше 100%. В частности, осенью 1939 года на Ленинградском артиллерийском полигоне были проведены первые испытания установки двух типов реактивных снарядов. Реактивная установка «Боевая машина-13» прославилась под именем «Катюши». В 1939 году на Кировском заводе были изготовлены образцы спроектированного группой конструкторов во главе с Котиным тяжелого танка КВ и т.д. К 1940 году Ленинград дал изделий в полтора раза больше, чем вся промышленность дореволюционной России. Но оставались проблемы, так сказать, экологического характера. В конце 30-х годов строительство новых промышленных предприятий в Ленинграде было запрещено. Вместе с восстановлением экономики увеличивалось и население Ленинграда. В декабре 1926 года, когда была проведена первая после Гражданской войны перепись населения, численность жителей Ленинграда достигла уже 1,6 млн человек, вдвое больше, чем в 1920 году. По результатам второй переписи 1939 года в городе проживало уже 3,4 млн человек. Причем доля мужчин снизилась до 45%. Значительная часть жителей города, особенно в центральных районах, проживала в коммунальных квартирах. Только начиная с 1925 года началось строительство первых сравнительно крупных новых жилищных комплексов. Первые такие крупные комплексы были построены на проспекте Стачек и близ него на тракторной улице. В годы первых пятилеток в Ленинграде появились дома коммунные. В таких домах люди жили в своих комнатах, но бытовые условия были общими, в частности, например, кухня. Самый крупный дом, дом коммуна, был построен на Троицкой площади. В 1923 году она была переименована в Площадь Революции. Здесь был построен шестиэтажный дом. Он был возведен по инициативе членов Ленинградского общества бывших политкатаржан и сильнопоселенцев. В квартирах не были запланированы кухни, зато имелось много общественных помещений, таких как столовая, ресторан, магазин, детские комнаты, библиотека, клуб и даже театр. Однако жить без кухни оказалось не очень удобно, и поэтому позднее дом перестроили. Ну а в 1935 году общество политкатаржан было ликвидировано, и из этого дома выселили 132 семьи и подвергли многих жителей этого дома репрессиям. В середине 30-х годов под руководством архитекторов Ильина и Витмана был разработан генеральный план Ленинграда, предполагавший двукратное увеличение городской территории главным образом к югу, к юго-востоку и западу, то есть к Пулковским высотам и Стрельне. Хотя этот план из-за недостатка средств не был выполнен, но развитие городской территории в предвоенные годы велось именно в намеченном направлении. В старой части города строились главным образом здания общественного назначения. Цель отметить, что за весь предвоенный период, за 15 лет, в Ленинграде было построено больше, чем за весь XIX век. Только последние пять лет перед войной в городе появилось около 200 школ и 100 детских садов. За эти годы возросла более чем четыре раза протяженность трамвайных путей в городе, достигнув в 1940 году 440 километров. В 1926 году открылась первая автобусная линия, а в 1936 году началось троллейбусное движение. В эти годы в Ленинграде открылось много государственных учреждений сферы обслуживания, таких как бани, прачечные, фабрики, кухни, столовые и так далее. Восстановительный процесс охватил в 1920-е годы не только производственную, но и социальную сферу – образование, науку, культуру, искусство. В Ленинграде раньше, чем в других районах страны, возникли вечерние школы для молодежи. Перед войной в городе было 60 высших учебных заведений, в которых обучалось 80 тысяч студентов. То есть Ленинград был центром просвещения, науки и культуры. В городе развернулась огромная исследовательская работа в десятках созданных научно-исследовательских учреждениях. В Ленинграде работало много ученых с мировым именем. Такие как Павлов, Вернадский, Вавилов, Иофи и другие. Однако в 1936 году решением правительства Советского Союза Академия наук была переведена из Ленинграда в Москву. Говорят, что инициатором этого решения был Бухарин. Ленинград в 1920-е годы, несомненно, был литературной столицей России. В то же время в городе было закрыто 286 культовых учреждений всех конфессий, в первую очередь православной церкви. Арестовано и выслано из Ленинграда практически большинство церковнослужителей. В частности, в 1923 году было принято решение закрыть Смольный собор. Была снесена церковь покрова Пресвятой Богородицы в Коломне, которая стояла на нынешней площади Тургенева. Построена была церковь в конце XVIII столетия архитектором Старовым. Была разрушена, был разрушен храм, спас на водах, который находился на английской набережной, и был построен в честь моряков русского флота, погибших в сражениях. И главной достопримечательностью этого храма были бронзовые доски с названиями кораблей и именами погибших моряков. Храм закрыли в 1932 году, несмотря на тысячи подписей под прошением не уничтожать храм. И городская легенда гласит, что доски с именами погибших моряков оказались на дне Невы. Готовился проект разрушения куполов Казанского и Исаакиевского соборов. Эта акция была остановлена в результате вмешательства Кирова. Исаакиевский собор в 1928 году закрыли, а в 1930 году передали антирелигиозному музею. Его колокола, отлитые в середине XIX века из старых медных пятаков, мастером Стуколкиным, были сняты и отправлены на переплавку, как обычный металлолом. В 1938 году, после смерти академика Павлова, была закрыта Знаменская церковь. Ученый любил этот храм и часто его посещал. Но 1 марта 1941 года городсполком принял решение в связи со строительством митрополитена снести Знаменскую церковь, Владимирскую церковь, а также храм Воскресения Христова, храм Спаса на Крови, как постройку, цитирую, родующую архитектурный облик города. Были и другие примеры вандализма, но в частности, еще в 1925 году предполагалось заменить фигуру ангела на Александровской колонне фигурой Ленина, вождя мировой революции. Однако ученые, деятели культуры выразили протест, но не в том плане, что Ленин будет уродовать вид Дворцовой площади, а в том плане, что фигура Ленина будет недостаточно хорошо видна со всех сторон. И надо сказать, что в 1940 году в Ленинграде осталось только 13 действующих церквей из 420 существовавших до революции. Развитие Ленинграда с середины 30-х годов проходило в напряженной политической атмосфере начавшейся массовых репрессий. Как известно, 1 марта 1934 года в Смольном был убит первый секретарь Ленинградского обкома партии Киров. Мотивы этого преступления и многие детали до сих пор остаются неясными. Существуют разные точки зрения. В частности, на 20-м съезде партии в 1956 году Хрущев заявил о том, что в убийстве Кирова виноват Сталин. Дескать, Николаев, убийца Кирова, действовал по его приказу. Однако эта версия не находит достаточных документальных подтверждений. Павел Судоплатов, один из крупных разведчиков, контрразведчиков 30-х, 40-х, начала 50-х годов, в своей книге «Кремль и разведка» пишет о том, что убийство Кирова было делом рук одиночки, убийцы Николаева. Так или иначе, можно утверждать, что Сталин воспользовался убийством Кирова, чтобы развязать в стране массовый террор. И Ленинград в первую очередь пострадал от этих репрессий. В 35-м, начиная с 35-го года до 1937 года, в городе было арестовано большое количество людей. Несколько тысяч представителей прежних непролитарских сословий были высланы из Ленинграда. В социальном отношении репрессии были направлены, в первую очередь, против интеллигенции и руководящих работников города всех рангов. Сразу же после убийства Кирова начальником управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области стал некто Заковский. В узком кругу приближенных он говорил, «Попади мне в руки, Карл Маркс, он бы тут же сознался, что был агентом Бисмарка». И именно по указанию, пришедшим из Москвы, ему предписывалось выслать из Ленинграда Зиновьевцев, участников оппозиционных групп, бывших оппозиционеров. И в результате из Ленинградской партийной организации, прошу прощения, в это время было исключено 94 тысячи человек, причем половина по политическим мотивам. В 1935 году высланы из Ленинграда, как я уже говорил, многие представители прежних непролитарских сословий, всего 11 тысяч 72 человека. За старания Закревского перевели в Москву, однако уже в 1938 году он был арестован и после непродолжительного следствия расстрелян. Такая же участь фактически постигла и следующего начальника УНКВД по Ленинграду и Ленинградской области Литвина, который продолжил репрессии. Но когда его вызвали в Москву, уже в конце 1938 года, он, догадываясь, что его ждет, застрелился. Всего же за эти 4 года, начиная с 1935 по 1938 год, в Ленинграде было арестовано и подверглось репрессиям 90 тысяч человек. Зловещий символ этой эпохи, этого времени, здание управления НКВД на Литейном проспекте, построенное в начале 30-х годов, где в подвалах расстреливали приговоренных к высшей мере, а тела их увозили на Левашовскую пустошь. Место, которое находится в 16-20 километрах от конца Литейного проспекта, и это место массовых захоронений было обнаружено только в начале 90-х годов. Горожане говорили, ходил такой анекдот мрачный про большой дом. Спрашивали, какое здание самое высокое в Ленинграде? И Простак неизменно отвечал, конечно же, Исаакиевский собор. Нет, говорили ему, с Исааки, только Кронштадт виден и то в хорошую погоду, а вот с большого дома в любую погоду сладки видать. В 1939 году репрессии пошли на спад. В начале 1939 года Ленинградский областной суд оправдал треть всех обвиняемых в преступлениях политического характера и так далее. И вы знаете, что самое интересное? Многие ленинградцы под влиянием пропаганды, средств массовой информации, и верили и в официальную версию убийства Кирова, и в наличие действительно какой-то оппозиции в то время. Литературным памятником этой эпохи является поэма «Реквием» произведения Анны Ахматовой, которая в эти страшные годы провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Она носила передачки своему сыну Льву, который сидел в сталинских тюрьмах. И вступление этого произведения это было, когда улыбался, только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрьм своих Ленинград, и когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, и так далее. Продолжение следует...